До старта избирателей кампании по выборам губернатора и депутатов законодательного собрания Вадимирской области остаются считанные дни. Срок до 10 июня будет назначена дата, после этого максимум пять дней даются на публикацию документа. Затем потенциальные кандидаты и избирательные объединения смогут сообщить избиркому о намерениях участвовать в выборах. Период выдвижения 30 дней для претендентов на губернаторское кресло. Кстати, кандидатов на пост главы регионов правило выдвигает только политические партии. На выборах в областной парламент можно идти самовыдвиженцем. Для регистрации кандидатов в губернатор и необходимо пройти муниципальный фильтр. Для того, чтобы была осуществлена регистрация кандидатов в губернатор, нам должны представить подписи 134 депутатов органов местного самоуправления либо и или глав муниципальных образований, избранных на прямых выборах. Сбор подписи предстоит и кандидатам в депутаты ЗАГС Собрания, но только тем, кто идёт либо от партии, не освобождённо от сбора подписи, либо как сам выдвиженец. По единому избирательному округу минимально нужно собрать 5705 подписей, по одномандатному – примерно 2000. Председатель облазберкома Вадим Минаев надеется, что в ряды подписантов не войдут умершие жители или те, что находятся в колониях. Говорит, такие случаи были. Крайний срок подачи всех документов на выдвижение – 25 июля. После у избиркома будет 10 дней на проверку. До 19 августа избирательная комиссия области определится с количеством бюллетеней, их формата. Единый день голосования запланирован на 9 сентября. До срочного голосования не будет за то, как и на президентских выборах используется механизм мобильного избирателя. Житель города Александрово вправе будет подать заявление через портал госуслуги, через МФЦ, через территориальную избирательную комиссию и проголосовать на выборах губернатора Владимирской области и депутатов Законодательного собрания Владимирской области по единому избирательному округу где угодно. Хоть в Меленках, хоть в Гороховце, хоть во Владимире. По аналогии, голосовать за депутата, идущего по одномандатному избирательному округу, можно только в пределах этого округа. Заявление о голосовании по месту нахождения можно будет подать через сайт госуслуги в многофункциональном центре или в ТИКе за 10 дней до выборов на своем избирательном участке. Кроме того, на градущих выборах, вероятно, некоторые участки начнут работу немного раньше 8 утра, чтобы учесть интересы тех, кто весь день проведет на работе. Может вырасти и количество временных участков. Возможно, такое появится в воинской части поселка Пакина Ковровского района.